Первыми на беговую дорожку вышли полугодовалые Валерия и Александр. И хотя ни бегать, ни ходить малыши пока не умеют, это ничуть не помешало молодому спортсмену преодолеть пятиметровую дистанцию за считанные секунды. Валерии времени потребовалось больше. Увидев несколько видео и фотокамер, она, как настоящая леди, принялась позировать. Главная цель такого мероприятия – собраться вместе с мамами, пообщаться и получить позитивные, положительные эмоции, посмотреть на своих малышей в какой-то необычной обстановке. Конечно, здесь не так важно, какое место займет малыш, сколько те эмоции, которые получит мама и другие родственники, которые приходят на них посмотреть. В соревнованиях «Ползунки-2016» приняли участие около 50 семей с маленькими детьми. Посмотреть и поболеть за юных спортсменов пришли не только их мамы, но также папы, бабушки, старшие братья и сестры. По правилам, забег проходит на время. Малыша нельзя подталкивать, а только звать или манить к финишу дистанции игрушкой. Однако некоторых крошек с места не смогли сдвинуть ни мамины уговоры, ни любимые погремушки. Мне очень понравилось. Я считаю, такие мероприятия нужны, потому что это развивает ребятишек. Вон ей как интересно со всей этой толпой пообщаться. Ну и вообще это прикольно. Само то в их возрасте. Первые наши грамоты. Первые у нас грамоты теперь будет. Сегодня клуб «Сибирячка-мама» объединяет более 800 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Уже прошли десятки мероприятий, благодаря которым мамочки смогли пообщаться со специалистами различных структур, узнали секреты правильного макияжа и получили консультации медицинских специалистов. Турнир «Ползунки-2016» стал первым спортивным мероприятием в организации и по оценкам участников оказался весьма удачным. Наталья Зарубина, Дмитрий Новопашин. Местное время. Ну и Валерия.